Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Перед тем, как перейти, собственно, к теме ролика, мне нужно сделать небольшое вступление. Мой канал Надзен заблокирован Роскомнадзором, так как на нем, дескать, есть распространяемая с нарушением закона информация. Ссылка на статью, которую я рассказал об этой ситуации, будет под роликом. Я послал в Роскомнадзор запрос, какая именно информация нарушает закон. Но пока тишина. И, как я выяснил, покопавшись в интернете, не отвечать на такие запросы для РКН, увы, норма. Например, известный оппозиционный политик, Эмилия Слабунова, который РКН заблокировал страницу ВКонтакте, смогла получить такую информацию только через суд. А страница до сих пор не разблокирована, хотя она удалила спорные публикации. Думаю, мы еще поговорим об этом. Я буду держать в курсе наших уважаемых подписчиков, читателей и зрителей. Теперь к теме. 12 августа этого, 2023 года, я опубликовал на своем канале на Дзен-ролик «Путин – это белый всадник Майдреи». Потрясающее пророчество Ивана Ефремова. Суть. То, что у известного советского ученого и писателя Ивана Ефремова по всему был пророческий дар, известно. Есть большая книга Альберта Сайфуддинова «Открой в себе талант». Которую он рассказал о пророчествах Ивана Ефремова. Впрочем, в этой книге рассказано далеко не все. Там выделено порядка 25 сбывших технических пророчеств Ивана Ефремова. По некоторым же источникам Иван Ефремов дал порядка сотней технических пророчеств, которые сбылись. И еще порядка сотней, которые пока не сбылись. Вот, кстати, как выглядел Иван Ефремов. И некоторыми его пророчествами даже занялось КГБ. И ему пришлось объяснять, как он смог в своих предсказаниях так точно предвидеть будущее, а также дать информацию, составляющую государственную тайну. Думаю, дальше мы детально поговорим об этом. КГБ Ефремов, кстати, объяснил это так. Он считал информацию с ноосферой. И об этом, думаю, мы позже тоже поговорим детально. Дело в том, что с позиции ноосферного мировоззрения, которое тайно, между строк, пиарил в своих произведениях Иван Ефремов, это конспирологическое мировоззрение, существует методика, которая позволяет видеть будущее. Сегодня наука уже приняла эту методику всерьез. И она тщательно изучается. Сегодня в науке эта методика называется гипнотическая прогрессия. И об этом, надеюсь, мы тоже еще поговорим. Но самое главное, в своих пророчествах Иван Ефремов дал, так сказать, развернутую картину будущего. Можно сказать и так. Дал историю будущего. Не больше и не меньше. В зашифрованном виде он опубликовал ее в своих книгах, а также открытым текстом он опубликовал ее в диаграмме, которую в 1969 году послал американскому профессору Олсену. Эта диаграмма сейчас опубликована. Правда, я считаю, что он и там тоже информацию о будущем зашифровал. Да и как иначе? Все его письма тщательно проверяла как бы. В частности, по этой диаграмме в 2005-2010 годах должна была произойти Третья мировая война. Он назвал ее Битва Мары. Но она, к счастью, не произошла. Я как-то проработал это пророчество детально, и у меня получилось, что оно истолковано неверно. Битва Мары – это не Третья мировая война, а это Большая галактическая война. И произойдет она в 23 веке. Я издал об этом уже два художественных, научно-фантастических произведения. Большой роман «Темное пламя». Вот как выглядит его обложка. И Большую повесть Орин. Вот как выглядит ее обложка. В этих книгах я рассказал о преддверии данной войны, а также о том, кем, на мой взгляд, будут наши враги. Ссылки, по которым книги можно приобрести, будут под роликом. Что интересно, я, увы, всего лишь второй. Кто понял, о чем это пророчество? Первым это понял Сергей Снегов. И рассказал об этом большой своей эпопее «Люди как боги». Единственной советской космической опере. Но его образ врагов, увы, оставляют желать лучшего. Его зловреды или разрушители, как он их назвал, там откровенно карикатурны. А это, думаю, неправильно. Кто будут наши враги? Ефремов, между строк, расписал очень даже неплохо. Я назвал их корни, бессмертные. Но об этом понятно мы тоже. Поговорим позже. Кого же заинтересовал этот вопрос, просто прочтите мои указанные книги. Куда большее практическое значение имеет второе пророчество Ивана Ефремова. И вот о нем мы начнем разговор уже сейчас. По Ивану Ефремову ориентировочно во второй половине 20-х годов 21 века в России появится новый великий лидер. Иван Ефремов назвал его белый всадник Майтреи. И он очень быстро сделает Россию самой великой страной в мире. Майтрея – это буддистский термин. В данном случае он означает великий духовный учитель. И он сделает Россию не только великой. Он еще сделает ее благополучной, процветающей и свободной страной. А дальше за Россией пойдет все человечество. В 2047 году наступит первая ноосферная эра. Не только для России. Для всего человечества первая ноосферная эра. Иван Ефремов назвал ее эра мирового воссоединения. ЭМВ. Добьется этого новый лидер. Благодаря новой идеологии. Которая позволит, наконец, организовать жизнь общества разумно и справедливо. И понятно, какую идеологию имел в виду Иван Ефремов. Он имел в виду ноосферную идеологию. Толкование Роберта Бартини. Что, впрочем, я по сути уже сказал. Когда сказал о конспирологическом ноосферном мировоззрении. Мой документальный фильм о Роберте Бартини тоже на заблокированном канале. Но он есть и на Ютубе. Ссылка будет под роликом. Побудил же меня начать рассказ об этом ролик на канале Концепто. Издатели Константина Антипина. Дело в том, что он в этом ролике позволил себе сделать весьма прозрачный намет на то, что белый всадник Майтреи – это Путин. Что меня просто возмутило. Во-первых, Путин пришел далеко не в 20-х годах 21 века. Ну, а во-вторых, Путин уж точно, ну никак не тянет на великого духовного учителя человечества. Вот, кстати, этот фрагмент из указанного ролика. Ну, а теперь давайте соединим пророчество из «Часа быка» с диаграммой Ефремова. А именно ту его часть, где Иван Антонович описывает тупиковый путь развития тормандца. К сожалению, практически такую же судьбу он предсказал и землянам, если мы не одумаемся. Вот отрывок одного из его писем Олсона. Некомпетентность, ленность, шаловливость мальчиков и девочек в любом начинании являются характерной чертой этого самого времени. Я называю это взрывом безнравственности. И это, мне кажется, гораздо опаснее ядерной войны. Когда для всех людей честная и напряженная работа станет непривычной. Какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет кормить, одевать, исцелять и перевозить людей? Бесчестные, каковыми они являются в настоящее время? Как они смогут проводить научные и медицинские исследования? Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет. А затем произойдет величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры. Несмотря на то, что письмо было написано в 1969 году, создается впечатление, что читаешь воспоминания о лихих 90-х. И действительно, в диаграмме Ефремова 1994 год обозначен как начало очередного, наиболее глубокого с 1942 года упадка, а отрицательный, пиковый 1997 год помечен как последняя битва змея. Россия пережила в эти годы тяжелейшие события, череду крупных междунациональных войн, расстрел Белого дома в октябре 1993, гиперинфляцию, закончившуюся дефолтом в 1998 году, тотальная потеря нравственных ориентиров, она сопровождалась разгулом бандитизма. Правда, за этим идет год 99-й, который начинает очередной подъем и называется Ефремовым как «Владычество всадника на белом коне». О ком говорил Иван Антонович, мы предлагаем додумать нашим зрителям самостоятельно. Хотя, на наш взгляд, аналогия весьма прозрачна. Когда я опубликовал свой первый ролик, он сразу выстрелил. Дальше мне пришла в голову мысль, что говорят об этом другие известные пророки. И я был просто потрясен. Практически все известные пророки, и древние, и современные, подтверждают данное пророчество Ивана Евреева. И я начал рассказ об этом и уже успел рассказать о пророчествах Нострадамуса, Парацельса, Вольфа Мессинга, Иванги. И все ролики как с цепи сорвались. Эта тема, которую я объединил в подборках «Белый всадник», стала сверхпопулярной. Кстати, не все пророки называют нового великого лидера России «Белый всадник». Некоторые называют его «Великий гончар». Но суть пророчества Ивана Евреева подтверждают все. Ну а дальше Роскомнадзор заблокировал мой канал. Хотя понятно, к роликам о пророчествах по закону прицепиться никак нельзя. Впрочем, к чему они прицепились, мне неизвестно, но надеюсь пока. Данную тему я решил восстановить. По правилам Дзен я не могу опубликовать старые ролики на вот этом своем новом канале. Но я могу их переснять, развить и сделать лучше и интереснее, чем я сейчас опытаюсь заниматься. Ну и вот перед вами первый ролик этого цепа. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои ролики. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно будет оказать помощь, будет под публикацией. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok